Да, аминь, слава Богу! Господь наш знает наши мечты, знает наши желания, порой даже лучше, чем мы сами. Помните, да, Иисус говорит, что прежде вашего прошения, Отец ваш знает, что? В чем вы имеете нужду. Иногда мы говорим не о том, иногда мы просим не то, но Господь знает именно то, в чем мы нуждаемся, и Он идет дальше, просто наших просьб, просто наших каких-то слов, которые мы говорим в молитве. Бог видит наши сердечные желания, Он видит нашу нужду. Слава Господу! Сегодня тема, о которой я с вами хотел бы поразмышлять, эта тема называется «Смотреть на Христа». Смотреть на Христа, взирать на Иисуса. Вы слышали такое выражение, наверное, много-много раз, правда? Взирать на Христа. Когда у вас какие-то проблемы, вам часто могут верующие, братья и сестры, сказать, ты смотри на Христа, ты взирай на Иисуса. И для нас, людей, которые много лет уже в церкви, может быть, это выражение уже как-то понятно, или может быть, оно просто затерлось, нам кажется, что оно понятно. Но для человека, который впервые познает Бога, Христа, может быть, это выражение непонятно. И давайте мы сегодня все вместе разберемся, что это означает, что значит «смотреть на Христа», как это выглядит в Священном Писании, в Библии, какие мы видим примеры, о чем говорят выражения, в которых звучит эта фраза, что кто-то посмотрел на Иисуса, или надо взирать на Иисуса. И интересен еще один момент. Как Иисус смотрел на людей? И мы об этом тоже давайте поговорим. И мы сделаем практически вывод для себя, может быть, каждый задумается о себе и подумает о том, а в своей жизни я смотрю на Христа, и в каких моментах я смотрю на Христа, и как я это делаю, как я могу это делать, смотреть на Христа, и почему это важно делать. Давайте мы поразмышляем об этом. Смотреть на Христа. Я выбрал несколько таких текстов, ну их достаточно много, мы постараемся идти оперативно, текстов Священного Писания, в которых эта тема раскрывается. Давайте мы поразмышляем. Ну, пожалуй, самый знаменитый текст на эту тему – это текст, связанный с беседой Иисуса. Иисус разговаривает с Никодимом. Никодим был фарисей, не просто фарисей, учитель был закона, но он был также и учителем закона, он был членом Синедриона, да, он был членом совета людей самых авторитетных, людей, которых уважали за их знания, людей, которых почитали за их опыт, духовный опыт. Это были наставники народа. И вот Иисус беседует с Никодимом и говорит такую фразу. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». Давайте мы поразмышляем над этим. Как Моисей вознес змею в пустыне? Сразу он отсылает нас к этой истории о том, как израильтяне шли по пустыне, и вот они роптали в очередной раз, и тогда Господь им насылает змей. Точнее, Господь снимает свою защиту, и те змеи, которых и так полно в пустыне, они получают доступ к израильтянам. Друзья, иногда вот мы не отдаем себе отчета, мы живем, нам кажется, что у нас жизнь благополучна, потому что просто жизнь благополучна, потому что просто так оно обстоит. Мы думаем, что у нас все хорошо, потому что, ну, вообще-то, обязано быть все хорошо, а вот когда что-то плохо, тогда мы говорим, «Господи, за что ты мне это? За что ты?» На самом деле, друзья, наша Земля, наша планета находится в состоянии восстания против Бога, и если на этой Земле что-то доброе и происходит, то это благодаря чуду того, что Бог от нас все еще не отвернулся, и Он заботится, и Он где-то нас защищает от тех атак, от той агрессии, которую против нас здесь затеял сатана с его армией. Поэтому израильтяне вот шли, они не задумывались о том, что Бог их охранял все это время. И когда они возрабтали, Бог снял защиту, змеи заползли в стан еврейский, и тут начался крик в разных концах этого стана, из шатров, из вот этих проходов между шатрами, вскрикивания людей, которых жалили змеи. Представляете себе эту картину, представьте себе, дети, взрослые, пожилые, и у всех начинается паника. Они обращаются к Моисею, Моисей обращается к Богу, и Господь говорит, поставь змею. Вот это интересный момент, да? Не ангела изображенного, не херувима изображенного, да? Змею. Интересный момент, который указывает символически на Христа, который уподобился, уподобился нам, взял грехи наши на себя, на себе понес. Поэтому этот змей, он символизировал Христа. И Иисус говорит, что как Моисей вознес змею в пустыне, так и Сыну Человеческому надлежит. Когда Моисей вознес змею, то там было сказано, Богом сказано, всякий кто, всякий ужаленный, кто посмотрит на этого змея, не умрет. Что надо было сделать, когда тебя ужалил змей? Посмотреть. Было сказано, что надо помолиться? Нет. Было сказано, что надо иметь сильную веру? Нет. Было сказано, что надо покаяться в своих грехах? Нет. Что надо было сделать? Тебя ужалил змей, что тебе надо было сделать? Бежать так, чтобы был виден этот змей, и посмотреть на него, просто посмотреть на него. И все. Что? Вопрос? Медный змей, да. Два миллиона человек. Да, 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 да. Друзья, иногда вот людей... Мы притыкаемся о простоту спасения. Спасение достаточно просто. Оно нелегко, но оно просто. Понимаете разницу между легко и просто, да? Нелегко порой преодолевать какие-то сомнения, колебания свои. Но путь спасения достаточно прост. В то время надо было просто посмотреть на змея. И Иисус говорит, что я, как тот змей, сыну человеческому нужно быть вознесено, чтобы каждый, ужаленный грехом, мог просто посмотреть на меня. Во взгляде на Христа есть сила. И вот давайте мы поразмышляем сегодня об этом. В Захарии 12.10 написано, «На дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят опервенцы». Здесь говорится о том, что Бог пошлет дух умиления на людей, которые воззрят на Христа. Взгляд на Христа приводит к тому, что Бог в тебе производит покаяние. Когда ты сосредоточен на Христе, тогда Бог в тебе производит перемены. Сила Божья совершает в твоей жизни преобразование, когда твой взгляд, внутренний мысленный взор обращен на Христа, сфокусирован на Иисусе. Вот пример человека, который старался сосредоточить свой взор на Боге и на Искупителе. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся плоть мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Сколько стремления, желания увидеть Бога. Посмотрите, он, будучи от Бога как бы отлучен, между им и Богом была его болезнь, его сомнения, вот эти обвинения в грехах каких-то непонятных, то ли были, то ли нет. Вот это борьба его. И он не мог лицом к лицу встретиться с Богом. Он взывал к Богу и говорил, «Господи, выйди ко мне навстречу, я хочу с Тобою встретиться, я хочу, если бы я встал с Богом лицом к лицу, я бы тогда высказал все, я бы тогда услышал от Него какие-то слова, тогда бы моя душа успокоилась». Он так стремился сблизиться с Богом, приблизиться к Нему, так стремился к этой личной встрече с Богом. Но здесь мы видим его взгляд веры. То есть нет физического откровения, оно потом, позже произошло, Бог открыл ему себя. Но здесь мы видим взгляд веры. «А я знаю, искупитель мой жив». «Я знаю искупитель». Как он мог знать? Это вера, да? Это взгляд веры. Бывают ли у вас ситуации, когда вы говорите себе, «А я знаю, искупитель мой жив», несмотря ни на что. Да, проблемы не решаются. Да, хотелось бы больше Божьего участия видеть в моей жизни. Но я знаю, искупитель мой жив. Как те юноши в печи, даже если ничего не изменится, даже если нам предстоит погибнуть, и Бог не вмешается, не спасет, мы знаем, что есть Бог единый, истинный, мы будем поклоняться только Ему. Я знаю. Нечто подобное пишет Иоанн в первом послании, подобное тому, что говорит Иов, что «когда-то я увижу Его сам, своими очами, возлюбленные. Мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Есть ли в вашем сердце это горячее стремление увидеть Христа, встретиться со Христом, припасть к Его стопам, обнять Иисуса и почувствовать на себе Его объятие? Есть ли у вас это стремление прийти ко Христу, лицом к лицу общаться с Ним? Это стремление, оно характерно для каждого верующего, кто познал Иисуса. Каждый стремится увидеть Христа, лично встретиться с Ним. Но уже сейчас у нас есть возможность мысленным взором, очами веры, видеть Христа. Теперь давайте мы посмотрим несколько текстов, в которых Иисус говорит, вообще-то, на что нам нужно смотреть и на что нам не нужно смотреть. Вы знаете, слышали все, наверное, такое выражение, что на что ты смотришь, в то ты и преображаешься. Как ты смотришь на этот мир, таким ты и становишься. Я вот, интересно, я размышлял на эту тему, я пришел к выводу, знаете, что на самом деле, вот какой человек есть сейчас, он дальше таким и продолжает обычно становиться больше и больше. Я, может, туманно выразился, да? Допустим, если у человека, если человек смотрит на что-то с недовольством, то он укрепляется в этом недовольстве, он находит больше причин для недовольства. Если человек слушает что-то внимательно, то его внимательность от слышания она возрастает. Если человек пренебрежительно к чему-то относится, легкомысленно, то это легкомыслие со временем укрепляется, укореняется в нем. Но это то, о чем Иисус говорил, что тот, кто имеет, тому еще дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он мечтает иногда иметь, хочет что-то иметь, но у него отнимется. Это мысль о чем? Что в человеке, если не происходит каких-то радикальных поворотов в жизни, человек обычно идет просто по своей одной колее и развивается, развивается, развивается в тех качествах, которые в нем есть сейчас. Мысль формирует привычку, привычка формирует характер, а характер определяет судьбу. Поэтому Иисус говорит очень важно то, как вы смотрите. И в одном из своих наставлений он говорит, что если око твое будет темно, то если ты мрачно смотришь на жизнь, то все будет темно. Все превратится во мрак. Но если око твое будет светло, и оно будет видеть свет Божий в твоей жизни, то постепенно все тело твое, вся жизнь твоя просветлеет. Итак, как же смотреть? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Вот в этих высказываниях, их несколько таких, да, в Евангелиях мы видим, как Иисус смотрел на мир. Вот вы, когда смотрите на птицу, у вас какие мысли в голову приходят? Как их поймать, как их шутишь? Я надеюсь, что ты сейчас шутишь. Как поймать? Везет же им, да? Шустрые все успевают. Везет никаких забот, ты имеешь в виду, да? Ну да, впечатление такое, что никаких забот. Но как мороз грянет, и они налетают во двор, да, и пытаются что-то найти, пытаются что-то найти, покушать, то ты понимаешь, что... Да, то есть, интересно, что Иисус, у Иисуса был особый взгляд. У него и сейчас особый взгляд, но когда он жил в земной жизни, у него был особый взгляд на все. Во всем он видел знаки Божьего присутствия, Божьей заботы. Он видел и признаки какого-то влияния греха в этом мире, но он всегда находил признаки того, как Бог взаимодействует с этим миром, как Бог себя проявляет. Просто глядя на птиц, у Иисуса, когда он смотрел на птиц, возникала эта мысль. Смотри, как отец заботится. И он, наверное, до того, как учил других людей, он сам этому учился. И он славил отца за то, что он так заботится. И он нас учит, смотрите так на этот мир. Научитесь замечать в этом мире, что делает Бог, даже в таких простых вещах. Отец Небесный питает их. А вы думали, что они сами питаются? Вы думали, что они должны сами постараться найти себе пропитание. Но над ним есть отец, которому не только мы небезразличны, но даже самые малые птицы. Об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Кому из нас приходила мысль, глядя на цветок, сказать, смотри, как она одета. Это интересная форма мышления. Друзья, интересный вид мышления, когда вы смотрите на этот мир и видите не только предметы, но видите Бога за этими предметами. Этот предмет здесь, потому что есть Божья воля, чтобы он здесь был. И как бы познать эту Божью волю? Если какое-то явление происходит на земле, значит, есть какая-то Божья воля или Божье допущение, что это происходит. И этот мир безграничен. Явления в этом мире бесконечное количество. И можно посвятить всю свою жизнь тому, чтобы рассматривать разные явления и пытаться понять, почему Бог это сотворил таким, почему Бог допускает этому быть таким, как Божья воля в этом проявляется и что чувствует Бог в связи с тем, что так происходит. Это правильный взгляд на вещи, правда? Это духовный взгляд за всем, что есть, за всем сущим стоит Бог, который всем управляет. Еще один текст. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». А с чего начинается этот текст? «Посему мы не унываем?» Я хочу вас спросить, может быть, кто-то из вас начинает унывать по поводу того, что внешний человек тлеет? Кому нравится стареть? Когда ты начинаешь замечать морщины, когда ты начинаешь обращать внимание на волосы, сначала ты их выдергиваешь, потом ты уже махнул рукой, потом пытаешься их покрасить, потом опять махнул рукой. Как недавно я слышал кусочек интервью у Познера брали, и вот он его спрашивает, как вы живете с лысиной? Не мешает это вам? Не комплексуете? Он говорит, «Вы знаете, у меня была эта проблема. Если видели мои молодые фотографии, когда я был молодой, фотографии, то там у меня густая такая шевелюра, у меня были красивые волосы, я гордился ими, но когда они начали выпадать, я пережил эту проблему». И в конце концов, я пытался зачесывать, я пытался их как-то распределить, но когда в один момент я осознал, что это у меня проблема, он говорит, я просто побрился на лысо, и мне стало легко. Может быть, у вас тоже есть что-то такое, что вас огорчает уже. Возраст, немощь, слабость, болезни чаще происходят. И вот смотрите, что происходит? Можно прийти к унынию, потому что ты понимаешь, что уже все, молодость не вернешь. Уже все, дело идет к закату, и теперь с каждым днем будет только хуже и хуже, улыбки не станет. Когда ты это осознаешь, то можно приуныть, правда? Но апостол Павел говорит, где мы находим радость? Внутренний наш человек со дня на день обновляется. Внутренний человек – это духовный человек, тот, который общается со Христом, тот, который преображается от присутствия Иисуса в твоей жизни. Он может становиться лучше и лучше. Твой характер может становиться чище, ты можешь становиться добрее, в тебе может становиться все больше и больше любви, заботы о других, радости, смирения, терпения. И это радость. Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Это еще один момент, который нас может радовать. Хорошо, пусть я старею с каждым годом, но с каждым годом я становлюсь ближе к тому славному моменту, когда я предстану перед Христом, когда Он преобразит меня, и когда все, о чем мы говорим здесь, все, о чем мы мечтаем, думаем, о чем мы читаем в Библии, о чем мы молимся, все это реализуется в какой-то момент, это станет реальностью. И мы будем жить по-настоящему в том Божьем мире, в том Божьем раю, о котором мы читаем, о котором мы только думаем, помышляем. Это будет славно, это будет бесконечно. И здесь говорится, что мы тогда не унываем, когда мы смотрим ненавидимое, в зеркало смотришь, да? Но когда мы смотрим ненавидимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. На что смотреть? Теперь еще один момент. Давайте мы подумаем о том, как Христос смотрит на нас, потому что когда ты смотришь на Христа, наступает момент, когда ты встречаешь взгляд, устремленный на тебя. Ты встречаешься взглядом с Иисусом. Это такой духовный опыт. И что можно в этом взгляде почувствовать? Вы можете вспомнить свои моменты, когда вы пережили встречу со Христом и этот взор Христа, обращенный на вас. Что вы ощутили тогда? Здесь пример Петра. Когда Петр впервые подошел ко Христу, Иисус посмотрел на него и сказал. Здесь интересно, да? Иисус, взглянув на него, сказал. Он взглянул, пристально посмотрел на него. Он читал его мысли, он читал его жизнь. И он говорит, ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что означает по-арамейски камень, а по-гречески Петрус – камень. Иисус увидел в нем что-то. Он увидел в нем потенциал. Потом, помните, он говорит, что ты, Петр, носим камни, я создам церковь мою. И там есть игра слов, что Христос поставит церковь свою на Петра, скала, а Петр является Петрос. Петра и Петрос – они одной природы. И он хочет сказать ему, что ты – камень, который от скалы. И он хочет сказать, что я вижу в тебе большую силу, большой потенциал, который Богом заложен в тебе. И мы знаем другой момент в жизни Петра, когда он отрекся от Иисуса. И там был такой эпизод, что Господь, обратившись, взглянул на Петра. Их взгляды встретились. И в этом взгляде Христа Петр прочитал и боль, и сожаление о том, что произошло. Но чего он там не прочитал, это злости, он не прочитал там разочарования. Нет, потому что Христос уже сказал Петру, что ты трижды отвлечешься от меня. И Петр вспомнил тогда Слово Господа, как он сказал ему, прежде, нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Взгляд Христа. Он что-то совершает в нашей жизни, он что-то меняет в нашей жизни. И как хорошо искать этот взгляд Христа. И как хорошо понимать Христа, чтобы понимать его взгляд. Потому что некоторые думают, что Христос меня, наверное, уже не любит после того, что я сделал. Ой, наверное, он уже на меня смотрит так вот осуждающе. Наверное, он уже отвернулся от меня и вообще не хочет на меня смотреть. Но как важно знать Христа, как важно смотреть на Иисуса в евангельских повествованиях, чтобы правильно прочитывать его взгляд на себе. Взгляд Христа на Савла. Помните, Иисус встречает Савла, и он останавливает его своим вот таким ярким явлением, сиянием своим. И Савла после этого, он увидел Христа, и после этого он ослеп и не видел ничего. И этот образ Иисуса был у него перед глазами все эти три дня, пока он постился, ничего не ел, не пил, каялся, вспоминал священные писания, как они пророчествуют о Мессии, осознавал, что Христос и есть тот Мессия. Взгляд Христа на Стефана. Когда побивали камнями Стефана, Иисус встал, поднялся со своего небесного престола и явился Стефану. Взгляд Христа, устремленный на него. Насколько важно это было Стефану в тот момент ощутить взгляд Иисуса на себе, потому что это был момент его казни, его смерти. Иисус встречался с разными людьми и в Евангелиях можно обратить внимание на то, что Иисус обращал пристальное внимание на то, кто к нему подходил. И когда в Евангелиях пишется, Иисус взглянул, Иисус посмотрел на него. Это интересно отметить, что Иисус не делал что-то мимоходом. Встречаясь с человеком, он вглядывался в него и старался понять, кто перед ним, что его тревожит, в чем он нуждается. Когда к Иисусу подошел этот богатый юноша, помните, с этим вопросом, что мне делать, чтобы спастись, вот я уже все делаю с детства. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Это очень интересное выражение. Иисус, взглянув на него, полюбил его. И сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за Мною, взяв крест». Иисус полюбил его. Кто из вас переживал такой момент, когда человек, которого вы полюбили, отворачивается от вас. И здесь мы видим эту ситуацию, когда Иисус смотрелся в него, и он увидел в этом юноше, увидел в нем и искренность, и стремление к праведности. Все то положительное, что он ценил в людях. Иисус полюбил его. Но этот юноша, к сожалению, сделал другой выбор. Он отвернулся. Он не был готов отказаться. Ему хотелось, да, ему хотелось бы, наверное, стать учеником Христа, но он не был готов отказаться от того, что имел. Взгляд Христа. Когда Иисус смотрит на тебя, почувствуй его любовь. Иисус смотрит на тебя, и он любит тебя. Он любит в тебе все самое доброе, все Божие. Он любит в тебе. Как ты ответишь ему на эту любовь, на это его приглашение? «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Есть такие слова в Священном Писании. Господь хочет поддерживать тех, кто желает служить Ему, тех, кто желает расти в Нем. Еще один пример – это притча Христа, где он рассказывает о брачном пире. И там есть такой момент, когда туда собрались все приглашенные и неприглашенные. Больше было неприглашенных поначалу, потом их просто собрали с улиц. И там был такой момент, что царь вошел, хозяин пира, вошел, чтобы посмотреть возлежащих. И он увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Вот этот момент – «вошел посмотреть». Это очень важная такая концепция в Священном Писании, что Господь идет посмотреть. В Ветхом Завете мы можем встречать такие выражения, когда, помните, строили Вавилонскую башню, и Господь сошел, чтобы посмотреть. Когда трое шли в Содом и Гоморру, то там Господь открывает это в раму и говорит, что «пойду посмотрю, верно ли то, что мне говорят, действительно ли там происходят такие дела? Пойду посмотрю». Это еще в других пророческих книгах называется «посещение Господня». Господь посетил кого-то. Эта фраза часто звучит в контексте суда Божьего, Божьей оценки. Бог дает оценку, и он выносит свой суд. И здесь тоже царь входит посмотреть возлежащих, тех, кто зашли на этот пир. Эти люди представляют собой всех, кто откликнулись на Божий призыв, кто стали Церковью Божьей, называются «Учениками Христа». И вот Христос вошел и смотрит возлежащих. Поэтому во взгляде Христа есть не только любовь, но есть еще и оценка. Наступают определенные моменты, когда Христос расставляет оценки. На каком-то этапе ты движешься вперед или нет? Ты пришел сюда со своим? Или ты пришел сюда, чтобы, отказавшись от всего, последовать за Христом, взяв крест? В другой момент Иисус говорит своим ученикам, когда толпа народа следовала за ним, он обернулся к этой толпе, он посмотрел, увидел, что очень много людей, слишком много, нереально много учеников. Так не бывает. Иисус видел, что многие здесь неискренне, как к Иоанну Крестителю приходили, креститься. Многие неискренне приходили, и он их обличал. И Иисус, точно так же, обратившись к толпе, сказал, кто хочет из вас быть моим учеником, есть определенные условия. Вы должны отречься от всего, отречься от самих себя, взять крест, и тогда вы сможете быть моими учениками. И пошел дальше. И Иисус вот так время от времени людей встряхивал, вот эту толпу, которая следовала за ним, он встряхивал и давал им понять, не так все легко, как вы думаете. Вот этот человек, он пошел на пир, он думает, что он здесь уже нормально все, не вот тут. Но он вошел в своей одежде, он не хотел ее снимать. Это говорит о том, что он не хотел смириться, он считал свое дороже того, что ему готов предложить царь. А каков я? И взгляд Христа сегодня, устремленный на меня, это и взгляд оценки тоже, друзья. Очень важно, чтобы мы ощущали, осознавали, что Христос ожидает от нас определенных вещей. У него есть определенные ожидания. Не просто так. Тебе подарен вход в небеса и живи. Есть определенные вещи, которые Христос приглашает нас в своей жизни, от чего-то отказаться, что-то принять. И он ждет, и он напоминает. И горе человеку, который успокоился, думая, что у него все теперь уже нормально, и он уже не советуется со Христом, и не чувствует этот взгляд. Это и любовь, это и ожидание. Вот еще несколько моментов, когда Иисус смотрел на людей. Вот, например, кстати, очень интересно, что именно в Евангелии от Луки можно видеть, Евангелист Лука именно акцентирует внимание на этих вещах. Иисус, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его здорова. Помните, это эпизод с исцелением Сухорукова, да? И здесь, на что можем обратить внимание, посмотрев на всех их, он внимательно посмотрел. И в этом взгляде было то, что они должны были прочитать. В этом взгляде, что они не правы в том, как они поступают с этим человеком. В том, что они субботу, отстаивание субботы ставят выше, чем здоровье и благополучие конкретного человека. Дальше. Вдруг некто из народа воскликнул. Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня. Умоляю тебя взглянуть. Что? О чем он просил? Просто посмотри. Когда мы приходим к врачу, мы тоже так обычно говорим, да? Посмотрите, пожалуйста, на моего сына. Посмотрите. Посмотрите. Посмотри. Означает вникни, да? И помоги. Это просьба о помощи. Взгляд Христа на нас. Это уже помощь. Это та помощь, в которой мы нуждаемся. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Взгляд Иисуса на Закхея. Почему Иисус пошел именно к Закхею? Он посмотрел на него, он увидел всю ситуацию, человека взрослого, мужика, который забрался на дерево, и он понял, что здесь нечто необычное. Этот человек ищет спасение, он ищет приблизиться ко Христу. И Иисус, взглянув на него, определил, в чем его нужда. И очень многие люди, приходя к Иисусу, они просили, посмотри на меня, посмотри на него, обрати внимание. Молимся ли мы так? Молитесь ли вы так? Господи, посмотри на меня повнимательнее и зри, не на опасном ли я пути? Увидь. В чем? В чем? Потому что я не все понимаю, что со мной. Но ты, пожалуйста, уведь, и ты направь меня. Дальше. Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. Опять, да, взглянув на них, во взгляде Иисуса был какой-то смысл, который они должны были понять. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Взглянув, увидел, он смотрел пристально, он наблюдал. И вот так и сегодня Господь наблюдает, очи его обозревают всю землю, и он видит каждого человека, видит каждого из нас. И вот эта молитва, испытай меня, Боже, и узнай, сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Давайте так молиться, давайте искать взгляда Божьего, взора Божьего, испытания Божьего, вот в этом смысле, да, чтобы Господь нас, в нас разоблачил, что-то, вскрыл, то, что может быть, на что мы не обращаем внимания, чтобы мы не шли только лишь по одной колее. Еще одна вещь, о которой говорит Иисус в Нагорной проповеди, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какое меру вы мерите, такое и вам будут мерить. И вот здесь уже говоря о том, на что не надо смотреть. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. На что еще не смотреть? И начали все, как бы сговорившись извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. То есть это из притчи о том, как приглашали людей, и стали потом, когда день наступил, день пира, люди стали отказываться. На что я сегодня смотрю? Человеку надо было посмотреть землю. Может быть, я тоже смотрю на землю, на дом, на машину, на работу, на свое здоровье, на свою семью. Неплохие вещи, на которые мы смотрим, но смотрю ли я, куда надо смотреть? Устремлен ли мой взгляд, мысленный, в небо, на Христа? Смотрю ли я на Иисуса? Иисус сказал им притчу, посмотрите на смоковницу, и на все деревья. Еще один пример того, как Иисус говорит, когда пришествие Мое будет приближаться, вы сможете узнать по признакам. Но это если вы будете смотреть, вот посмотрите на смоковницу, видите, что лето близко, да? Вот это к нам сегодня обращенный призыв, посмотрите на события в мире, кто во всем этом не узнает, что Господь скоро придет. только слепой. Посмотрите, но нужен правильный взгляд на вещи. Если мы в мире видим только возможности, чтобы себя обеспечить, или ищем такие возможности. Если у нас мирское мышление, то тогда мы не увидим этого. Посмотрите. Итак, здесь пример учеников. Нафанаил сказал, из Назарета может ли быть, что доброе? Филипп ему говорит, пойди и посмотри. Итак, на что нужно смотреть? Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Говорит Самарянка. Пойдите, посмотрите на Христа. Люди имели возможность вот так вот лично смотреть на Христа, физически смотреть на Христа. Как Иоанн пишет в первой главе, первого послания своего, он говорит, что слово явилось, и мы видели, и мы слышали, и мы осизали руки наши, да? Да. Но сегодня у нас есть тоже возможность смотреть на Христа. Иисус еще говорит, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели. Вот это Божий взгляд на то, что происходит в мире. Они поспели к жатве. Когда выходил Христос из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, посмотри, какие камни, какие здания. А Иисус сказал ему в ответ, у Иисуса другой взгляд на эти вещи. Он видит то, что будет дальше. Он смотрит на нечто другое, на судьбу этого народа, на судьбу этого города, этого храма. Это то, что его заботит. Не нынешняя красота, а то, что ожидает в будущем. Видишь ли, сие великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И это стало началом большого разговора о том, как будет второе пришествие Христа. Бог не взирает на лицо человека. Бог говорит, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Я уже как-то делился, каждый раз, как смотрю на себя в зеркало, мне почему-то, я каждый раз вспоминаю эти слова, а Господь смотрит на сердце. Я смотрю на лицо, а Господь смотрит на сердце. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не взирая на лица. На что не надо смотреть? На лица имеется в виду на положение человека, статус, может быть, богатство, там еще что-то. Сердце. Каково сердце? Куда смотрит Бог? Куда смотрим мы? Смотрим ли мы туда же? А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Еще один очень важный текст в Священном Писании о взирании на Христа. «Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будет проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, пренебрегши по срамлению, претерпел крест». И там описывается подвиг Христа, на который он пошел, потому что он возлюбил нас. Смотришь ли ты на эту любовь? Или ты смотришь на бремя и запинающий грех? Я вот для себя открыл одну вещь такую, ну мысль такая возникла, что есть разница между тем, чтобы что видеть и тем, что смотреть. Мы можем видеть многое. И надо видеть многое в этой жизни. Надо видеть себя правильно. В правильном свете нужно себя видеть. Надо видеть окружающее. Надо видеть то, что происходит в этой жизни. Но очень важный момент, куда твой взгляд устремлен. Не все, что мы видим, в фокусе нашего внимания. Согласитесь, вот мы живем, допустим, я еду за рулем, да? Я вижу обстановку на дороге, но я не смотрю везде, чтобы это все увидеть. Мой взгляд сосредоточен на направлении, куда я еду. И тогда я вижу. Вижу все правильно и могу правильные решения принимать. Иногда мы путаем эти вещи. И да, нужно видеть запинающий нас грех. Нужно видеть проблемы, которые нас окружают, проблемы в жизни других людей. Нужно видеть, но на что устремлен мой взгляд, фокус моего взгляда. Потому что фокус один. Ты можешь в один момент времени думать только об одном. Точно так же, как в один момент времени, ты можешь смотреть только в одну точку. Ты не можешь смотреть везде. Это очень важно для меня, это такое важное открытие. Я не могу одновременно думать обо всем. Поэтому, замечая все, быть сосредоточенным мысленно на одном, на главном, вот что важно. А что это одно главное? Это Христос. Потому что все остальное ты понимаешь правильно, когда твой мысленный взгляд устремлен на Христа. Ты видишь Христа и в его славе, и в его кротости, и в его служении. В том, как он относится к тебе, как он относится к другим людям, как он относится к обстоятельствам твоей жизни. Когда твой взор мысленный устремлен на Христа, тогда ты понимаешь всю картину в целом правильно. Ну вот как взирать на Христа, да? Вот смотрите, сейчас мы к этому подойдем. Был такой человек Моисей, который поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. Он взирал на воздаяние. Потому что он взирал на Бога и понимал, что то, что сейчас, это временно. Будет воздаяние и грешникам, и праведникам. Апостол Павел жил точно так же. Он говорил, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. Ни на что не взирают, а на что он не взирает? Не взирает ни на страдания, ни на угрозы, ни на опасности. Он взирает на Христа, Господа, который дал ему поручение. И человек неглупый, апостол Павел, человек неглупый, он понимал и политическую обстановку, и философские течения, и межрелигиозные вопросы. Он понимал, у него был обширный ум, но при всем этом его взор был сосредоточен на Христе. И когда он в Афинах, допустим, проповедовал этим представителям разных философских школ, то он им говорил о Христе, о Боге, который создал весь этот мир, и о Христе, который был распят и умер за грехи этого мира. Есть еще одно такое выражение в Библии. Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Взирайте. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Когда ты смотришь на Христа, ты меняешься. Никакой другой способ не работает. Ты можешь преображаться, изменяться в характере, только когда твой взор мысленный сосредоточен на Христе. Не тогда, когда ты думаешь о своих недостатках и над ними работаешь, а тогда, когда ты смотришь на Христа, и Он тебе показывает и недостатки твои, и пути выхода из этого, и Он тебя вдохновляет своим примером. Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Что нужно осязать? Что нужно рассматривать, разглядывать? Особенно раны Христа, страдания Христа, жертвы Христа. Мысли о том, что подвигло его пойти на этот подвиг, пойти на эту жертву. Что им двигало? Что он чувствовал в этот момент? Что он думал обо мне в этот момент? Вот эти размышления, они преображают тебя, они меняют твой взгляд, они меняют твой характер. Итак, если вы в воскресе со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о десной Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. И я хочу прочитать одну цитату Духа Пророчества. Это из рукописей. Взирать на Христа значит изучать его жизнь, описанную на страницах Слова Божьего. Мы должны отыскивать истину, как скрытое сокровище. Необходимо сосредоточить свой взор на Христе. Когда мы принимаем его, как своего личного спасителя, это дает нам смелость приближаться к престолу благодати. Взирая, мы изменяемся и нравственно уподобляемся тому, кто имеет совершенный характер. Принимая его вменяемую праведность, через преобразующую силу Святого Духа, мы уподобляемся ему. Образ Христа бережно хранится в душе и пленяет все естество. Стихотворение. Смотри на крест. То, что с тобой случилась, катастрофа. Об этом не расскажешь никому. Я поведу тебя сегодня на Голгофу, за плечи крепко обниму. Пойдем с тобой вместе шагом скорым, Иерусалим оставив позади. Не отставай, нам нужно вверх, на гору, за шумную толпой идти. Вокруг нас люди, голоса и лица. Вот плачут женщины, вот слышен смех, а вот один, что под крестом склонился, идет на казнь, идет на смерть. Ты постарайся не смотреть, не слушать, что говорит, что делает толпа. В лицо одно всмотри сейчас получше, в того, кто под крестом упал. Мы поравнялись с ним, он близко, рядом, как слиплись пряди на его челе. Мы встретились с его печальным взглядом, и кровь мы видим на земле. Смотри, его ударом вновь подняли, заставили идти, и он идет. Смотри, мой друг, как жертву люди гнали, и твое сердце пусть замрет. Смотри на этот лик, от боли белый, на руки, что легли, на этот крест. Смотри, как распинают это тело. Смотри, как был наказан грех. Смотри, глазам твоим пусть больно будет. Такого ты не видел никогда. Тяжелый крест вкопали в землю люди, исполнив приговор суда. И этот осужденный на распятие, оплеванный, униженный толпой, купил тебе спасение благодатью. Смотри на крест, смотри, друг мой. То, что случилось, с тобой случилась катастрофа. И чем могу утешить я тебя? Здесь, на земле еврейской, на Голгофе, Иисус все принял на себя. Твои проблемы, горести, изъяны, души не утихающая боль, все на кресте, сокрыто в этих ранах. И в этом Божья любовь. Всмотрись, всмотрись в распятого получше. Запомни навсегда лицо Христа. И все, чем ты изранен и измучен, оставь у этого креста. Никто тебе на свете не поможет. Никто не даст душе твоей покой. Никто, но этот, распятый Сын Божий, готов все разделить с тобой. Открой перед Иисусом сердце настишь, и Он тебя простит, Он все поймет. И после столь ужасного ненастья ты обретешь покой и мир, и счастье, и в твою душу тишина придет. Аминь. 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 Продолжение следует...